Привет, девчонки! Меня зовут Инна. Как обещала, снимаю видео про то, как я себе на руке, на своей руке. Привет, девчонки! Меня зовут Инна. Снимаю сегодня видео, как обещала, про парафинотерапию на моей руке. Ну, я не скажу, что у меня кожа сильно сухая. Я видела случаи поэта пострашнее. Ну, в общем, нормальные. Но руки зимой, в любом случае, у всех, мне кажется, требуют увлажнения, питания. В Красотки Про я заказала крем-парафин с маслом ши и ланолином. Профессиональный уход для холодной парафинотерапии. Что нам тут пишет производитель? На предварительно очищенную кожу нанести плотный слой крем-парафина, накрыть кожу защитной пленкой и надеть согревающие варежки, носочки. Возможно использование полиэтиленового пакета и махрового полотенца. Через 15-20 минут удалить остатки крем-парафина бумажной салфеткой. Так, для увлажнения я взяла, у меня есть вот такой вот увлажняющая такая вода от Фаберлик, давно уже купленная. Скраб купила также в Красотке Про, когда была органик шоп. Он вообще для тела, но я сейчас сделаю с ним. Буду использовать его. Проскрабирую руку им. А вообще я заказала по вашим рекомендациям полностью весь уход от Аравии. Там же в Красотке Про купила полиэтиленовые пакеты, 100 штук для парафинотерапии. Ну, это не обязательно, конечно. Я думаю, пакеты вообще есть у всех. Ну, я купила, чтобы не бегать, не искать. Где же мне их взять? А зачем я два оторвала? Я себе на одной руке буду делать. И вот такие вот варежки. Также для парафинотерапии. Рунелла, они, по-моему, там одни у них вообще были. На липучке и с внутренней стороны такая ткань, как плащевка. Видео монтировать мне не хочется, поэтому озвучка будет живой. Руку смочила. Я уже пробовала этот скраб. Он так клёво пахнет кофе. Даже не столько кофе, а сколько, знаете, шоколадом, наверное. Говорю, руки у меня, кожа не очень сильно сухая. Я видела у девчонок, вот у моей сестры Олеси, у неё очень сильно сухая кожа. Ну, всё. Помассировала, помассажировала. Я думаю, отшелушились частички ороговевшей кожи. Дальше мне нужна влажная салфетка. Либо пойти помыть. Но сейчас я не пойду помыть, потому что я снимаю видео. Так бы я пошла помыла. Нет, всё-таки пойду помою. Смой тёплой водой и вернусь к вам. Ну вот у меня уже после скраба кожа мягкая стала. Всё, дальше идёт крем-парафин. Крем-парафин я уже тоже пробовала, делала мужу и себе делала. У него запах какой-то такой специфический. Надо положить сюда какую-то лопаточку, чтобы набирать лопаточкой из банки. Всё. Дальше идёт пакет. Варежка. Когда варежка немножко неудобно фиксируется, на шнурке, если бы она была, было бы удобнее. Ну и в общем так, без разницы. Всё, сидим 15-20 минут. Прошло 15 минут. Промакиваю бумажной салфеткой, как заявлено у производителя. И всё. И вот я делала уже, в принципе, после парафина даже не нужно, не хочется, вернее, знаете, нанести ни крем, ни лосьон для тела. Она уже мягкая, гладкая, как попка младенца. Ну, я нанесу крем. Ещё крем у меня есть вот такой вот для рук от Milf. Хотя это уже не обязательно. Ну и даже не имея всех этих средств, не покупая, можно сделать ванночку для рук, распарить руки, солью, содой ванночку сделать. Проскрабировать можно вместо скраба использовать мелкую соль или сахар или мёд, если у кого-то есть. Эффект будет не хуже. Главное не запускать. С глубокими трещинами, конечно, с первого раза не справиться. Всё. Шикарно. У меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok